Особое мнение на 101FM Ну и номер для ваших сообщений Вайбер 8909 720 101 и 0 Пожалуйста, пишите, мы следим Будут сообщения, будут интересные вопросы Будем задавать, Михаил постарается ответить Ну и приступаем, наверное, собственно говоря К нашим темам, которые мы пока запланировали к обсуждению Я бы хотела с тобой поговорить сначала, Михаил По поводу всей истории вокруг Лубягина То есть тема такая достаточно любопытная для меня В том смысле, что вообще непонятно Вот на пустом месте вырос конфликт Как выяснилось, никто не знал о том Что в Лубягина планируется к постройке Какой-то мега просто мусороперерабатывающий комплекс Потому что никто об этом не говорил Жителей к этому долго, годами, месяцами не готовили Общественная палата была не в курсе Они мне подтвердили, что правительство не выходило на них С предложением провести какие-то обсуждения, слушания и прочее Просто внезапно раз, вот это вот случилось Жители огорошили, вывалили, значит, на них всю эту историю Ну и как следствие, 2 февраля была конфликтная ситуация Во время несостоявшегося обсуждения 9 февраля, в воскресенье, вроде бы начали находить общий язык Прошла пресс-конференция, которую провели сами жители И рассказали, чем они недовольны Прошла встреча жителей с представителями Министерства охраны окружающей среды И вроде бы даже Министерство охраны Согласилось еще раз посмотреть какие-то другие площадки Потому что жители категорически против размещения в Лубягина Ну, некого мусора, там, перерабатывающего комплекса Вот это вот все, это что? Это показатель того, что власти не умеют работать с гражданами? Очень 11-й год проекта ППМИ, между прочим То есть люди уже к власти как-то вот, ну, нашли дорожку-то, протоптали Можно же как-то вот диалог-то выстраивать Ну, что касается ППМИ То есть я не поленился, посмотрел информацию По поводу участия конкретного федиковского сельского поселения в ППМИ Потому что действительно один из вопросов был в том Что почему, ну, ладно, правительство Правительство изначально, члены правительства Ну, не то, что не умеют работать, наверное Ну, правильно сказать, не умеют разговаривать с жителем Потому что это в их, не входит, что ли, в ежедневный круг обязанностей И они на этом, ну, что называется Еще не натренировались, что ли, скажем так, да? Вот А если брать муниципальные органы власти, главу поселения И, собственно, те, кто ежедневно на три разговора с жителями То они-то, по идее, должны бы понимать Что, собирая жителей, мы должны понимать Чем это должно закончиться Потому что, если это мероприятие Ну, конечно, тут вопрос в том, что это слушание, да? То есть мы все должны послушать Но если, ну, изначально была цель собрать Там, все послушались и разошлись То, конечно, такого большого ажиотажа Никому не надо было из выступающих С другой стороны Ведь ситуация изначально конфликтная И нужно было эту ситуацию готовить То есть что люди спросят Какие ответы должны быть даны? То есть должны быть просто-напросто подготовлены ответы В рамках здравого смысла Понятно, что люди не хотят, что... Никто не хочет, чтобы рядом с домом Там в километре или в двух километрах Никто не хочет И если мы посмотрим там в пределах 100 километров От города Кирова То таких мест, наверное, которые полностью соответствуют Всем требованиям для размещения там Свалок, мусороперерабатывающих заводов Их не так много Но они, скорее всего, есть Вопрос вообще по анализу этих мест Вопрос по полной картинке Где можно, где нельзя Почему именно здесь? Ну и так далее Он должен быть аналитически Очень четко и уверенно Скажем так, продемонстрирован Для того, что Если мы говорим, что... Было 26 участков отсмотрено Да, они подошли... То есть отобрали шорт-лист Пять участков из этих 26 И в итоге из этих пяти выбрали только один Дубягина, который подходит полностью Ну потому что он, во-первых, сделан Во-вторых, там есть дорога Инфраструктура есть В нее не надо вкладываться Да, то есть есть определенная Как бы транспортная логистика Определенная уже там традиции Скажем так, да Ну и так далее Вот, но Вопрос-то в другом Вопрос в том, что Неготовность разговаривать с людьми И самое-то главное Ведь понимаете, в чем проблема слушаний? В том, что Они не требуют решений И поэтому власть, в общем-то И не придает им достаточного значения Потому что Ну, главное Продержаться Проговорить Чем бы оно там не закончилось В итоге состоялась Галочку поставили Вот для них решение И на самом деле То есть это формальность? А? Это формальность? Это формальность Это, в принципе, формальность Предусмотрена действующим законодательством И не важно, что скажут жители Да, нет То есть, в принципе, власть имеет право Сделать по-своему Но Проблема-то в том, что Горячая точка никому не нужна На карте Кировской области Там, не знаю В километре В километре от Радужного В двух километрах Как раз поэтому И жители вынуждены По сути, вставать Защищаться И отвечать Ну, скажем так На шантаж Своими, скажем Ну, такими достаточно Серьезными действиями Заявлениями какими-то, да И в результате возникает Конфликтная ситуация С одной стороны Все по закону С другой стороны Все не по справедливости И, соответственно Возникает, конечно Основной конфликт Это, знаете, как Ну, ссора семейная Вроде обе стороны правы Но В результате Отсутствие желания Идти на компромисс Идти друг другу Навстречу И находить здравый смысл С тем, чтобы сохранить семью С тем, чтобы сохранить отношения Каждый идет по-своему И считая, что он прав И в данном случае Проблема основная Она, конечно, в диалоге В том, как он выстроен Почему он так выстроен Насколько готовы К сторонам диалога И так далее Я поэтому приведу Все-таки статистику По ПМИ По ПМИ По проекту поддержки местных инициатив Федяковское сельское поселение За все время участия В нем выиграло заявку Только один раз То есть Из 40 возможных проектов Был реализован только один Это о чем говорит? Это говорит о Очень низком Я даже думаю, что Безобразно низком Уровне Взаимодействия С жителей Глав муниципалитета С своими жителями Это раз Второй момент По последнему году Да, Михаил А заявок было больше Ведь от них? Заявок было больше Заявок было около 10 Насколько я помню То есть по заявке в год В среднем так примерно? Нет Там было в один год 3 В другой год Одна заявка В третий год Еще там сколько-то В последний год В 2019 году Вот этим уже летом В сентябре Или в августе Проходили собрания И в принципе Было 4 отличных мероприятия Где были инициативные Жители С хорошими подготовками С отличными инициативами Понимая все Свои возможности Они приняли участие В результате Ни одна заявка Которая была подготовлена Администрацией Не дошла до Процедуры Процедуры Конкурсного отбора Они не были запущены Я не буду комментировать Потому что я Детали как бы не знаю Я знаю только что Они были недопущены Заявки были Но были Недостаточно проработаны Понимаете Это вот очень большой момент То есть Может быть они не были поданы Может быть они не были Ну до конца Они как минимум Были не до конца доработаны А это означает Не то что там Жители плохие Или там Кто-то плохой Я знаю что Жители очень переживали И очень хотели Поучаствовать То есть соответственно Это не выстроенная работа Была между Инициативными группами И муниципалитетом Потому что если бы она была Выстроена Если бы она была Системная И последовательная Шаг за шагом То как правило Все заявки доходят До логического завершения Как минимум В виде конкурсного отбора А те кто не опускают руки То за год Два участия Они как минимум Решают эту проблему Практически все заявки После там Двух-трех лет Они попадают В итоге В список победителей И проект реализуется Да и проект реализуется Здесь Четыре заявки Из четырех Не были допущены До конкурсного отбора Это говорит Об отсутствии Ответственности Дисциплины И качественной Работы с жителями То есть не со стороны Жителей проблем Жителей всегда нужно Организовывать Если они организовываются Сами Это другой процесс Если же Они работают В рамках местного Самоуправления То они работают В рамках 131 закона И в рамках 131 закона Есть глава Местного самоуправления Есть определенные Процедуры Специалисты Есть определенные Проекты Которые позволяют Жителям совместно С администрацией Участвовать В реализации Своих проектов То есть это история Это история про то Что не могут найти Там общего языка Или продуктивно Не могут взаимодействовать Местные власти И жители Да Это как раз Речь ведется о том Что Диалог Это искусство Диалог Это в общем-то Достаточно Серьезная Ну Как минимум Подготовка То есть это Проработанность вопросов Это понимание Аудитории С которой ты разговариваешь Это понимание Того Что От тебя Будет ожидать И быть готовым К тому Чтобы ответить На свои вопросы И кроме того Например Если брать обсуждение Я понимаю Что тут Главное выдержать А если брать проект То тут ведь важно Добиться результата И тут в данном случае Кроме того Что Выслушать Проголосовать И еще что-то То Нужно Реализовать Свои обязательства Взятые на себя То есть Если все хорошо Все Друг друга Понимают Все вроде бы Все договорились Все пошли делать Но одна сторона Все сделала А другая сторона Все не сделала Или там Не до конца Все выполнил То это означает Что Ну вот эта вот Ответственность Она привела К срыву проекта И в общем-то К невозможности Улучшить условия Вот здесь Вот здесь в данном случае На мой взгляд Отсутствие ответственности Это отсутствие ответственности За подготовку И за тот результат С чем ушли люди Если мероприятие заканчивается И люди начинают Скандировать о том Что мы сейчас Остаемся И проводим свой сход Это означает Что Ну Не до конца С ними поговорили Не до конца Им разъяснили Все моменты И были неубедительны А значит Были не готовы Потому что На моем Как бы Вот у нас Мы Может некорректно сравнивать Во-первых Не такие сложные вопросы Может быть Бывают Но Бывают очень сложные Конфликтные ситуации Бывают Когда в эти ситуации Вплетаются Определенно Там местные условия Там какие-то интриги Какие-то политические моменты И так далее И Мы вынуждены До конца Там час Два часа Разговаривать С каждым из жителей И объяснять Один круг Второй круг Третий круг Пока наконец Мы не приходим к тому Что в общем-то Эмоции улеглись И разум восторжествовал Вот здесь Оказалось так Что эмоции Выиграли у разума Понятно Мы сейчас Продолжим с Михаилом Шевелевым После небольшой 20-секундной паузы Еще тему Лубягина Чуть-чуть продлим Особое мнение На 101FM Михаил Шевелев В нашей студии Еще немножко про Лубягину Поговорим Вот эта история С которой мы начали После встречи С активистами Руководитель Министерства охраны Окружающей среды Алла Албегова Сказал о том Что вроде бы Власти еще Посмотрят Как-то Вот какие-то Варианты размещения Этого мусороперерабатывающего Комплекса Не в Лубягина И жители В своих Как бы комментариях Это подают Как ну некую Не знаю там Победу Да В диалоге По крайней мере Вроде как Пошли на какой-то Компромисс И прочее Прогноз Это вообще Срастется Или это заявление Было сделано Там исключительно Для того Чтобы каким-то образом Погасить конфликтную ситуацию Временно хотя бы Проблеме очень много лет Проблеме достаточно Ну еще со временем Там других Полигонов С которыми мы боремся Да То есть Куда девать мусор Из Кирова Очень достарелая проблема Если она не была решена За предыдущие Там 30 лет То гарантии в том Что вот сейчас Мы подумаем И найдем Другое решение Ну я их не вижу То есть это должно быть Очень четкое Проработанное И взвешенное решение И оперировать Опять же тем же Люди-то хотят Простовый Увезите немножко подальше От мест Жизни Людей Километров на 30 Хотя бы Да Пусть Увезите То есть Говорят о том Ну ведь тогда будет дороже Мы бьемся за людей Потому что будет дороже Дороже будет по-любому Дороже будет Все равно И причин найти Чтобы было дороже У нас находят всегда Много Ведь Никто не достал Цифры Сразу же не посчитал Не сказал Вот если мы делаем здесь Это будет стоить столько-то Если мы делаем здесь Будет стоить столько-то Вот почему будет стоить Столько-то Или столько-то Вот такой-то инвестор Вот тот он делает Ну и так далее То есть Все у нас Как-то обезличено И аморфно Все научились Говорить Общие фразы Которые вроде как Везут к здравому смыслу Но никто не научился Ну да Никто не научился Брать ответственность И доводить до Итогового результата Хорошо В таком случае Пока Ставим запятую Наверное В этой истории Будем смотреть Что будет Потому что Вот эта история С тем Что посчитайте нам Сколько это будет стоить Если повезут Не в Лубягино А куда-то дальше Эта история Она тоже уже была озвучена Да И несколько экспертов Уже говорили Что давайте Вы посчитайте Просто и вывесите Вот А мы уже дальше Будем смотреть и решать Михаил Шевелев В нашей студии Следующая тема Наша Которой мы Посвятим время Это история С тем Что Власти Кирова Выразили намерение И такое достаточно горячее Подключить Местный бизнес Более активно К участию В закупках И торгах Власти заинтересованы В том Чтобы услуги По муниципальным контрактам Оказывали именно Местные производители Как говорила Елена Ковалева Это собственно Понятно Эти люди работают здесь Они живут с нами В одном городе Их дети ходят в школы Вместе с детьми Всех остальных И они заинтересованы В том Чтобы делать все хорошо И качественно Прошло совещание По этому поводу И принято решение Да? Не знаю Решения не было Как мне кажется Поговорили Нет Не хочется говорить Поговорили и разошлись Были озвучены Вот эти вот намерения О том Что да Да Мы хотим Приходите Вот Но бизнес Мне кажется Немножко скептически Относится к этой истории Потому что Мы же помним Да Есть 44 федеральный закон И вот Вся эта история С Некачественными продуктами В образовательных учреждениях Которые поставляет Не самый ответственный Поставщик Никировский Там еще что-то Вся эта история Это собственно следствие Этого федерального закона Кто меньше предложит цену Тот собственно И выиграл Ну Если мы живем В результате Ну как-то В режиме В парадигме Сокращения финансовых расходов И повышения Какой-то бюджетной Непонятной эффективности То так и должно быть То есть очень эффективно Работает 44 закон Который экономит Бюджетное средство На всем Никто Никогда В 44 закон Наверное Не закладывал Вначале Такое понятие Как качество Причем Оно может быть заложено Но оно может быть заложено Только силами муниципалитета Потому что Чтобы Сделать Качественное Размещение Своей Скажем так Заявки на торгах Требуется Колоссальный труд То есть по сути Индивидуальный подход К каждому заказу А учитывая Сколько этих заказов Должен делать город Или там Любой муниципалитет По своим Расходным обязательствам То естественно Что у нас Применяются шаблоны Применяются упрощения Применяется Определенное Затачивание На определенных Поставщиков После этого Вдруг Мы понимаем Что эта прослойка Поставщиков Готовых Идти на какие-то Уступки И делать качественные Истощилась И сейчас мы кидаем Клич о том Что давайте-ка Мы поддержим Отечественного товаропроизводителя И пусть он все-таки Заявляется к нам На торги Делает хорошо Качественно Для наших детей И не только детей Для наших водителей Если речь идет о ремонте Для нас В результате Мы к этому Очень долго шли И давно И не только по линии 44-го закона По линии Всей поддержки Субъектов малого И среднего бизнеса Мы шли по линии Скажем так Сегодня все хорошо Все Вы только контракт возьмите А завтра начинается проблема Уже не со стороны Исполнителя А со стороны Заказчика Который закрывает Глаза на все проблемы Подрядчика Чтобы делать качественное И упрощенное Да сделай так Делай так А потом Извините Уже сроки поджимают Давай скорее Сроки поджимают По срокам По оплате То есть извините меня Когда вам говорят Сделайте пожалуй Все в августе Но мы вам заплатим В январе Это как минимум Ведет к проблеме Это поднимали проблемы Да предприниматели Когда шла вот история Обсуждения по окнам Да в школах То что собираются менять Достаточно крупные Ведь работы По объему Достаточно крупные контракты И предприниматели Жаловались на то Что заплатить им За их работы Могут только после того Как их примут А принять их могут Только после того Как проведут экспертизу И посмотрят Насколько качественно Окна поставлены А сделать это можно Только когда наступит холода К сожалению У нас опять все Привели Как бы Скажем Причесали под одну гребенку То есть изначально Законы во многих государствах Во многих странах Они В сфере антимонопольного Законодательства И в сфере конкурентных Отношений Они построены на то Чтобы это были Большие, дорогие Крупные заказы То есть это не заказы Там свыше 400 тысяч В квартал А заказы Ну на многие-многие Миллионы долларов То есть в тех сферах Где ошибка любая Ведет к Большой потере Или там Ну как бы Некачественной работе То есть Либо к потере Бюджетных средств И соответственно Туда Там формируется Определенное законодательство Соответственно Маленькие закупки Это ответственность Тех, кто заказал И тех, кто Собственно говоря Оказал услуги То есть мы сегодня Своим 44-м законом Своей контрактной Системой Пришли к тому, что Вся ответственность Она размыта Она размыта От Составителя сметы От того, кто проверил Того, кто разместил Муниципальный заказ Того, кто Этот заказ подписал Того, кто принял Работы Того, кто Эти работы Выполнил То есть И на всей Этой цепочке Всегда Есть у кого У этого небольшой Незачат У этого небольшой У этого У этого И в результате Мы приходим к тому Что в делом-то Вообще не то и не так Есть примеры Ну я не скажу где Да Но вот когда Жители ругаются Просят дорогу Сделайте нам Дорогу на Гладбище Так Власть смотрит Смотрит Ну нет денег Ну не можем В этой деревне Сделать дорогу на Гладбище Но в конце концов Находятся средства И говорят Ребята Мы вам сделаем Дорогу на Гладбище Все будет Отличная дорога У нас есть денег На 800 метров Дороги в Щебне Все Другой Начинает делать смету Он не съездил По гуглу замерил Там примерно Сколько там метров Насколько денег есть Насколько смета И будет сделана То есть Она делается смета Без привязки Конкретным условиям Там да То есть Дорога в Щебне Следующий Размещает контракт На сайт И выделяет Совсем другой Участок дороги Ой Ну вот ошибся он Не там услышал Не то понял Не то это самое Сделал может Ну как бы Тоже никто не съездил Не посмотрел Где эта дорога будет В результате Подрядчик приезжает Стоит на асфальтной дороге И говорит И думает Зачем вам здесь Дорога в Щебне Делает Щебень При том что Мужики приходят И говорят Дорогу делать Приехали И они такой Да Он такой Ну наконец-то И подрядчик Страшно ему Сказать о том Что А если он Делает не на этом участке Он попадет в реестр Незабосновесных Подставщиков Потому что По всей системе Вся она уже Торговалась А как-то Открутить обратно Это можно Там да Нужный-то участок Все-таки Разместить Или выиграл Конкурс Легче делать На месте Асфальтной дороги С Щебень То есть легче Но Чтобы все это Раскрутить Нужно же Кого-то признать Виновным Кого-то наказать Кого-то Опять же Это расходы Это бюджетные средства И так далее Есть еще одна Важная тема Которую тоже На собрании затронули Да И вот бизнес-новости Об этом пишут Что говорят предприниматели Они попросили власти Привести реальную картину Существующую Да Соотношение победителей Местных хозяйствующих Субъектов И иногородних Вот эту историю Ее можно каким-то образом На местном уровне Прописать Так чтобы она Не противоречила 44-му ФЗ Я так понимаю Что даже на международном уровне Это невозможно Потому что Недавно совершенно Была попытка Закупить Самую крупную партию Там на миллиард с чем-то рублей Компьютеров Отечественного производства На базе Процесса Эльбрус В России В России То есть специально По-моему РЖД Должна была Делать закупку Она прописала Специальные критерии Под которые подходила В общем-то Отечественная производитель В результате ФАС Приняла решение О снятии Этих Закупок О том что Она не может быть Проявлена Потому что Ограничивается Конкуренцию И все компании Типа Самсунг Там и прочие Имеют право Должны иметь право В ней участвовать Ну и Процессоры Интел Тоже не самые плохие Процессоры Или там Китайские Процессоры Тоже не самые плохие Процессоры И в результате Мы даже Российских Поставщиков Не можем на базе Ну как бы На российском уровне Защитить Здесь может быть То же самое Совершенно легко Поэтому здесь То есть Мешается антимонопольная служба И скажет Что же вы ограничиваете Поставщиков Через Мариэл Или из Татахстана Или из Удмуртии Конечно Потому что Для федеральной Антимонопольной службы Интересы Отдельного региона Они Неинтересны То есть Для них Важен В целом Рынок И конкуренция На территории Российской Федерации Тогда я вообще Не понимаю Как можно привести Местных производителей И местных предпринимателей В эту сферу Таких сферусов Очень много Потому что Есть вопросы Например Есть паром Перевозит он Через речку Жителей И нужно установить тариф Тариф там На рыночных условиях Ну рядом парома нет Там в тысячах километров Нет аналогичных условий Там и так далее Да И в результате А там есть Такие понятия Как рынок Таких перевозок Ну и прочие моменты Так как это все Не урегулировано То возникает Очень много Вопросов И проблем Но к сожалению В современных подходах Как бы Такой подход Как здравый смысл Он почему-то Не побеждает В судах Класс Потому что В судах Побеждают Бумажки С точками Запятыми А здравый смысл Не побеждает Обидно За наших предпринимателей Да Обидно Честно скажу Ну вот Ладно Я посмотрю Как это все Будет работать У нас конкурс Собственно говоря На ремонт дорог Не за горами Вот посмотрим Как покажет нам Это все Михаил Шевелев В нашей студии Мы сейчас делаем Перерыв на рекламу Вернемся У нас впереди Еще несколько тем Особое мнение На 101FM Михаил Шевелев В нашей студии Мы продолжаем Кстати говоря Вот по вопросу Конкуренции Собственно Да И вообще Услуг Новый пересадочный тариф Ввели в нашем городе Мы вчера эту тему Обсуждали немножко С сослушателем Немножко с экспертами Значит Тем кто еще не пробовал И не ездил Я должна сказать То есть это Необязательная история Вы можете ездить По транспортной карте Как и ездили всегда Платить 26 рублей За поездку Но Есть возможность Купить Приобрести Еще несколько карт Две Одна из них С пересадкой Через полчаса Другая С пересадкой Через 45 минут Если в течение Полчаса Вы пересаживаетесь С одного вида транспорта На другой То за обе поездки Вы платите 34 рубля Если вы пересаживаетесь В течение 45 минут За две поездки Вы платите 62 рубля И вчера По итогам Наших бесед С экспертами Мы так и не поняли А зачем нужен Вот этот второй Пересадочный тариф За 45 минут Потому что он дороже На 10 рублей Чем два обычных билета Что это было Вообще Значит Я бы начал не с этого Так А кто придумал Эти тарифы Ну я так понимаю Что ЦДС придумала Центральная диспетчерская служба Но у нас По моему Пассажирские переводки Осуществляют на базе Установленных Регулируемых тарифов Правильно Конечно То есть у нас Тариф установлен 26 рублей За одну поездку За одну поездку Если мы совершаем Две поездки За 34 рубля То это получается По 17 рублей За поездку Кто установил Эти 17 рублей За поездку Не знаю Не могу сказать Вопрос для меня Очень сложный Потому что чего-то Я не понимаю В нашем действующем Законодательстве Потому что Эта полномочия Явно не администрации И явно не ЦДС Ну вероятно Это было согласовано Все с региональной службой По тарифам Вероятно То есть это ключевое Предполагаем Предполагаем Так вот У меня информация о том Что это не согласовано С региональной службой Это раз Второй момент Как эти деньги Будут распределяться Между перевозчиками И какое место Перевозчиков вообще В назначении этого тарифа А то есть история такая Ты на первом транспорте Ездишь Едешь Это одного перевозчика Допустим автобуса Пересаживаешься на второй А это уже другой перевозчик Смотрите Если мы едем По проездным По обычным Да То есть программа Которая позволяет Рассчитать Сколько Поездок совершил Тот или иной перевозчик Сколько всего Денежных средств Собрано От электронных проездных И соответственно Распределить Между перевозчиками Эти деньги пропорционально Есть порядок И правила В данном случае То есть проехал человек За 45 минут Три раза Там да То есть нужно будет Распределить 62 рубля на три То есть ну как минимум Там да Это не делится Но Ну ладно Как-нибудь можно Да Ну теоретически Три периода Но практически Я У меня есть информация Что на сегодняшний момент Это еще никак Перевозчиками не урегулировано Не договорились они еще Между собой Как будут делить Эти 62 рубля Да Ну нет Вот для меня На мой взгляд Вот я просто ситуацию Немножко внутри знаю Как бы да То есть для меня Это бардак А перевозчики Это что говорят Перевозчики говорят Что нам интересно Услышать Как это будет работать Как это отразится На наших Как бы это самое Перевозки И так далее Кроме того Есть один очень простой Бухгалтерский вопрос Если это неустановленный тариф То есть не 26 рублей То он облагается НДС В соответствии Действующим законодательствам Так Внимание Вопрос Нужны его облагатели НЭС Я не могу сказать Я как аудитор Не могу сказать А вы не можете сказать Понятно почему Да Вы не можете сказать Я не могу сказать точно Я думаю что Перевозчики не могут сказать Миллион Потому что Такие действия Такие решения Анатолий Курбатов В общем-то Где-то правильно сказал О том Что это Некий такой Выкидыш Так почему у нас Эти выкидыши Все время С понтаната происходит Выкидыш транспортной реформы Да не состоялся Ну я извиняюсь Наверное Транспортной реформы В целом Мысль-то здравая То есть нужно запустить Чтобы что-то протестировать Чтобы это было Ну как в цивилизованных Городах наших На которых мы любим Целаться Москва Санкт-Петербург Казань И так далее Понятно что у них Бюджеты другие Пассажироперевозок Там гораздо больше Там и цены другие Вот Не очень заметно Отличающиеся Михаил Я честно скажу Проезд по электронной карте В Москве 38 по-моему Был рублей в последний раз Не 26 конечно Но все равно Вы знаете В Москве проживают Ну по последним данным Да И пользуются транспортом Больше Мы все это понимаем И дороги там шире И протяженность больше И куча других моментов И кроме того Бюджет Транспортных предприятий В Москве Это правда Оно сопоставимо Не только с Кировской областью Со всей А еще там Нельзя сравнивать Невозможно Ну сравнивали Как я понимаю Не с Москвой Сравнивали все-таки С ближайшими городами Ну как минимум Ну говорят о том Что мы же делали Что-то по аналогии Что-то вот где-то Как-то у кого-то взяли Опять же На мой взгляд Ключевой момент В этих всех Инициативах Со стороны власти Заключается в следующем Первое Должно быть Фамилия Имя Отчество Инициатора Второе Эта инициатива Должна быть Каким-то образом Заблаговременно Выложена И на нее Должна быть Получена реакция От всех Стейкхолдеров То есть От пассажиров От представителей Общественных организаций Пассажиров От Транспортных предприятий Которые занимаются Пассажирскими перевозками От Общественных объединений Этих транспортных предприятий От Представителей Бизнеса От Представителей Я не знаю Там Общественности Ну и так далее И вот когда Все эти Вот как Конституцию у нас Планируют обсуждать Понимаете Планируют Не обсуждать Но планируют Я, кстати, прочитал, как Конституцию Советскую в 1977 году обсуждали. Вот это же класс. Это вообще процедура, к которой можно позавидовать. Но в наше время, вот сейчас, происходит переход к процедурным моментам. Процедурные моменты становятся очень важными. И они важными становятся не для галочки, что и Лубягина показывает, что и другие процедуры показывают. И важно, чтобы это гражданское сознание и желание гражданского общества подкреплялось какими-то правовыми нормами, которые бы соблюдались и законодательно защищались. А здесь пока кто-то придумал, выпустил, хоть кто-нибудь этот билет-то купил. Он 1 февраля действует. Сегодня 11-е. Я еще ни одного человека не видел, кто бы купил этот билет и проехал по нему. Но эти люди, наверное, и есть. Вот. Ключевое, опять же, слово «наверное» есть. Говорят, что он, может быть, дай бог, появится к 14-му. Михаил, уточняю еще раз. Я понимаю, да, возмущение. Я уточняю еще раз. Я правильно понимаю, что перевозчики об этом не знали. Их перед фактом поставили. Как согласовывали, не согласовывали. Перевозчикам, в общем-то, нет смысла ссориться с администрацией. Ну, конечно. А сам по себе пересадочный проездной – это здравый смысл. Для кого-то и 45 минут, и 30 минут – это выгодные тарифы. То есть я просто не знаю, для кого. Потому что кто-то ведь должен был замерять и понимать, что с этого... С этого автобуса в этой точке человек пересаживается. Большой пассажиропоток. Тут нужно две пересадки. Время среднее – 40 минут. Соответственно, кто-то будет им пользоваться и ездить. И, в принципе, ничего в этом плохого нет. То есть кто-то его будет покупать. Хотя бы запустив его, было бы видно. Это же все равно СДС. Это же есть как бы уже статистика, которую можно анализировать. Можно увеличить его до 50 минут, до часу, например. Но, в конце концов, в основе этих решений все равно лежит экономика. Но в основе, опять же, принятия этих решений должно быть определенное обсуждение и согласование со сторонами. Вот этого обсуждения и согласования, насколько я понимаю, его не было. Его было, может быть, по отдельности. С каждым перевозчиком переговорили, о чем-то договорились. В результате перевозчики сказали, да, мы не против. Ну ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем, давайте, мы согласны. Мы вообще, перевозчики за любое, как бы, за любые изменения, которые пойдут в плюс пассажирам. Потому что они от них зависят. Но пока перевозчики так и не договорились, как делить между собой эти деньги. А перевозчики не могут договориться. Это администрация должна решить? Это, конечно же, маршруты администрации, инфраструктура администрации, полномочия администрации. То есть, в целом, все моменты, принимающие решения администрации. Администрация, соответственно, за принятие решения. Она решения приняла. Пока решения еще нет. Пока решения еще нет. Мы не знаем. Хорошо. Нет. Я к тому, что каким образом будут деньги делить. Это, как бы, в общем-то, не наша с вами, как пассажиров, вещь. Но наша с вами, как людей, которые должны понимать, как устроено все в нашем обществе. И, собственно, что из этого нужно улучшать. Над чем нужно работать, чтобы это больше не повторяло. В общем, пересадочный тариф нужно улучшать. Хорошо. Еще одна тема. Я думаю, что мы успеем. Очень коротко. Три минуты у нас остается. Видели ли вы, Михаил, в социальных сетях фотографии, там, я не знаю, проект, новой скульптурной композиции, которую собираются установить в сквере на перекрестке Горбачева и Ленина, Ириненский сквер. Очень невыгодный ракурс. Мы всех гостей спрашиваем об этом. Композиция называется «Восторг». Вот, честно, мы вчера выяснили, собственно, да, кто автор и кто инициатор этой истории. А просто пришел у нас представитель одного из тренинговых центров. И, собственно, вот у них такое задание для их участников, которые проходят обучающий курс. Вы не выяснили, вы узнали. Мы узнали. Хорошо. Мы узнали, да. Случайно. Случайно. Мы узнали, да. Нам рассказали о том, что, собственно, вот группа студентов, у них задание сделать вот этот сквер, улучшить его. Они выбрали, значит, вот эту историю. Вот, пожалуйста, они выбрали, нарисовали проект младенец, парящий над землей на руках, тянущихся из-под земли. То есть я так правильно понимаю, что скульптор еще не определен? Не знаю. Материал тоже не выбран. Нет, но материал там предварительно что-то есть. Говорят, что руки будут полыми и светящимися, а фигура младенца... Какого направления-то? Экономисты, бухгалтеры? Нет, нет, это не профильное направление специальности, да. Это такой личностный рост, я бы сказала. Да. Ну, давайте тогда выскажусь. То есть, опять же, к любым инициативам без фамилии, имени, отчества отлишусь отрицательно. Нет, там есть фамилии, имена, я думаю. Они просто в паблике не опубликованы. То есть мы с вами обсуждаем, все высказали комментарии. Во всех публикациях фамилии, имена отсутствуют. То есть это раз. Второе. Более того, в первичных публикациях даже упоминания об организации и инициаторе тоже не было. Третье. Естественно, что у нас не так много мест для того, чтобы разнообразить и, собственно, каким-то образом создать эти места. Ну, как там, я не знаю, Самарский, там, Кот, там, какие-то такие, знаете, там. Да, да, да. Знаковые скульптуры какие-то. Какие-то знаковые места, которые бы стали, ну, опять же, местами, ну, притяжения, там, туристического какого-то, смыслового наполнения и так далее. Вот. Поэтому что-либо комментировать здесь, на мой взгляд, вообще беспомысленно. Ну, ребенок-то нравится на руках парящий или нет? Михаил, полминуты остается. Ну, мое личное впечатление, конечно, тех фотографий, которые я видел, они безобразные. Они безобразные. Понятно. Я надеюсь, что все-таки участники проекта к нам прислушаются. Возможно, каким-то образом это все немножечко поменяют, причешут или, возможно, там, каким-то образом идею изменят. Благодарю Михаила Шевелева, руководителя Альянса консультантов инициативного бюджетирования. Особое мнение на этом завершается. Михаил, спасибо. Слушателям до свидания. Особое мнение на 101FM Продолжение следует...